Такой робомашиной предстоит управлять школьникам из сельских школ и районных городов Рязанской области. Это не игра. На конкурсной площадке есть задания. Пересечь подвесной мост, перенести сток сена к коровнику. За выполнение каждого этапа будут начисляться баллы. Да и испытания непростые. На площадке сразу две команды. Одна управляет роботом и теплицей, вторая – коптером. Эти комплексные задания – особенность регионального этапа Всероссийского конкурса «Агро-НТИ-2021». Этот конкурс является образовательным, является соревновательным. В этом соревновательном конкурсе каждый школьник может показать те компетенции и навыки, которые уже имеют, и стать обладателем новых компетенций и навыков в области цифрового сельского хозяйства. Направление сельское хозяйство сейчас очень актуальное, динамично развивающееся. Это новая техника, это новые технологии. И, естественно, нужно иметь знания для того, чтобы работать непосредственно с этими оборудованиями и технологиями. На площадке Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева региональный этап проводится второй раз, поэтому ВУЗ к этому уже готов. Пять площадок оборудованы для проведения конкурсов по направлениям «Агрометео», «Агрокосмос», «Агророботы», «Агрокоптеры» и «Агробио». Последний, кстати, в новинку для всех. Его добавили в текущем году, так как биотехнологии сейчас очень актуальны. Чтобы попробовать свои силы в очных соревнованиях на площадке ВУЗа, нужно было пройти заочный этап. Из двух с половиной тысяч поступивших заявок от школьников из районов Рязанской и соседних областей отобрали 250 участников. В течение двух дней они покажут свои силы в интересном для них научном направлении на региональном этапе. Если у ребят возникает тяга к этому, но ведь они же могут попасть и в другие сферы деятельности, допустим, коптеры, программирование, в широкий спектр применения. Но важно их сохранить на тех территориях, где они родились, растут и, надеюсь, найдут свое применение. Поэтому связь с аграрной тематикой очень важна. Победители регионального этапа отправятся на всероссийский финал, который пройдет в Белгороде. А те навыки и знания, которые они приобретут на площадках Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костачева, помогут им одержать победу. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».